давайте ребят такое да колен запурил гард сел и стопы поставил в пол сейчас такой подводящий дрилл как триандр делаем ребят только не просто зашагиваем в сторону до ногой шагнули к пояса а закручиваемся по диагонали вокруг его таза то есть мы заходим сюда в мог и потом ногу ставим на линию живота чтобы потом могли продолжить атаки колено живот либо лонг степа и все остальное и встали в исходное положение ноги не скрещиваем не перешагиваем закрутили сторону ногу снова поставлена линию живота также пошли в другую сторону закрутились ногу на линию живота и вот такой дрилл ребят кто поопытнее можете добавлять скорость зачем быстрее вы делаете тем лучше окей давайте по минуте ребят быстро это просто отработка такая подводящая нет вот так потому что ты так не прошел гард то есть ему восстановиться вообще просто надо на бок развернуться и все он восстановился ты старайся по диагонали закручиваться вот в эту сторону и потом ногу ставить на живот и также не старайся ноги вместе не ставить не скрещивать там вот как приставной шаг и ногу поставил сюда 2 и чем быстрее ты делаешь тем лучше будет теперь подачу ноги согнул и закручиваю что в турбом быстрее то тем быстрее ты делаешь тем лучше для тебя только ногу ставь вот это да на низ неплохо бомба один момент да скажу чтобы обойти гард если я вот зашел сюда и поставил ногу ближнюю к нему а та нога сзади находится ему вообще вас для того чтобы стоять гард вообще ничего не нужно просто поднять ноги да и он уже восстановился поэтому вы должны понимать чтобы обойти гард вам надо за линию его пояса зашагнуть да если вы допустим поставили ногу он дальше начинает защищаться чтобы вы могли продолжить свое движение уже пройдя гард сейчас делаем такой дрилл да то есть мы зашли когда уже поставили ногу на линию пояса выставить колено на живот и отсюда делаем переходы все же умеют до колено на живот ставить вот нажал опоре чуть колено согнутого внутрь руки в грудь либо там гимоно взяли чтобы были более мобильные ребят я не беру захват и плотные да я стараюсь просто контролировать его тело и делаю такой drill руки убираю в пол подношу второе колено прям ставлю его на грудь или на живот и вес тела переносу на руки перехожу на другую сторону и обязательно подняться руки грудь и обратно поставить ногу ребят очень важно не выпрямлять эту ногу потому что когда он делает креветку если у вас прямая нога вы провалите здесь поэтому вы должны постоянно у вас нога должна быть согнута чтобы вы могли догонять его постоянно и вот такой дрилл ребят поднесли пришли поставили руки на грудь поднесли перенесли поставили руки и вот такой такой дрилл окей всем понятно же да ничего сложного раз-два да и но мнение не стоит там и сейчас вот перенес поставил ногу по руки в грудь обратно тогда поставил перенес руки в грудь окей чтобы ноги облегчились до поднес или с тела переноси они там облегчаются ноги вот перешел руки в грудь ногу в опор опять поставил обязательно руки в грудь стать потому что если он сделать креветку и руки был там он легко уйдет сделает да ты провалишься здесь поэтому руками грудь контролируем что если он даже сделал креветку сделал креветку или постоянно его догоняешься руками стараешься раскатать какие такой момент ребята многие там думают что если я буду руки на плечах оставлять его так переходить что мне будет легче да а так ребят если он будет делать креветку от момент когда вы руки у вас руки на нем можете упасть так провалиться поэтому я я предпочитаю руки перенести пол и вам легче будет переместиться и потом уже законтролить его и так скорость будет выше а тут он двигается мобильный вы можете упасть так вот такой момент просто погнали дальше ребят вот мы допустим обошли гард практически да и попали в такую позицию когда ноги здесь либо проход ноги сделать нам сказали здесь это просто такой момент что как вы можете оказаться в этой позиции такой скоростной дрил делаем под ближнюю ногу забегания ребят поднимает ближнюю ногу вы руками зашагиваете в сторону переходите обязательно старайтесь по диагонали также вокруг таза его крутится не просто перешагнуть сюда убежать туда а именно вокруг него закрутиться чтобы у вас голова была близко к его тазу сюда закрутиться и обязательный момент здесь не ставить две коленки в пол может когда у вас два колена пол у вас вы теряете свою мобильность вы будете прыгать это будет очень долго вам надо быть максимально мобильными и быстрыми поэтому я предлагаю делать либо на двух ногах либо одну ногу вставляете 2 на коленке вот такой дрил окей готовы 1 2 как двумя руками бро да да потому что одну руку оставишь там треугольник можешь оказаться под ближнюю ногу ребят под ближнюю да да под ближнюю две руки туда наоборот вон туда через ногу две руки да отлично ребят погнали сейчас то же самое только под дальнюю ногу и с контролем да кто любит более плотную борьбу делаем с контролем смотрите он поднимает дальнюю ногу и обхватываю его бедро рукой и головой залазим прям под колено сюда обхватываю локоть должен быть на животе ребят чтобы здесь за контролем его тасс дальше вы прижимаете нижнюю ногу чтобы вам треугольник здесь не закрыла то он запечатает вас треугольник отдавили колено 1 2 ребят я ставлю свое колено в пол оставаясь на носке с другой стороны на полу также вот так не перешагиваю ребят сюда оставлю колено рука с колено уходит через его живот и одновременно мы делаем бэк степ задней ногой остается здесь контроль и стараемся головой вокруг его ноги прям обойти за контроль поднимаясь опять поднимая дальнюю ногу я сразу же взял контроль здесь здесь колено перешагнула рука уходит через живот ребят только не делаете так вы не перешагнуть через живот если вы не будете делать бэк степ делали если мне допустим не нравится соперник да я хочу ему больно сделать миша любит так больно делать людям я убираю руку вдоль его тела и плечом прямо нагружая его ребра здесь очень важно оставаться на носках то есть не на коленках не на коленках здесь а на носках именно создать большое давление на на ребра также взял захожу только рукой не перешагиваю плечо упирается ему в ребра а рука вдоль тела здесь создаю давление поднимая дальнюю ногу опять или же делал перешагиваю вот такой дрил то ребят умеет подреливать принципе ничего нового все эти она все это знаете просто надо подрелить чуть побыстрее на скорости окей все раз-два и ответственно перехожу разворачивайся то есть ты перешел и сразу встаешь да на коленку или пошел обратную сторону на старайся чуть-чуть поддавливать на его ногу дай покажу на секунду один момент то есть не просто здесь оставить его ногу и ты шагнуть я здесь сам проваливаюсь а ты создавать давление ему на это бедро ты сюда нагружаешь не захочешь поднимать ты опять загружаешься находишь ладно ребята по сути все то что мы делаем вы все это знаете да мы просто попытаемся все связать и делать на скорости тут мы прошли гард допустим да и не зафиксировали еще позицию на бок развернулся и вам надо продолжить свою атаку на передвижениях мы делаем локстеп отсюда я его делаю ребяту так локоть ставлю здесь в ребра 2 рука идет на голову сразу отдавил голову 1 2 я выставляю ногу на линию его головы отсюда на 3 я убираю руку с головы и прям также локоть в ребра ставлю и делаю выяснить в экстрем задней ногой ухожу на разворачивать сразу же на коленку он опять разворачивается на меня отдавил голову 1 2 на галина линии головы 3 локоть в ребра 4 высид 5 развернулся не ребят можно делать там с высидом да как я показываю сели прям резко развернулись некоторые делают там допустим не касаясь вот так вот так разворачиваются гальвалу делает я смотрел постоянно видоса его он делает вот так вообще на коленках забегает это не принципиально я допустим приучил себя я вот так делаю аманды соляк олег минус вообще такие вещи делать он душится да 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 не обязательно ставлю смотря что я хочу дальше делать если я если он разворачивается сразу на меня я продолжаю свое движение то я не ставлю ноги дальше могу продолжить делать лонг степ либо же разворачивать я могу колено живот поставить это будет зависеть от реакции соперника так конечно старайтесь там если вы хотите забрать у него спина если он проспал здесь момент то вы поджимаете колени ставить сюда забираете захват не заходит за спину колен гуан должен показать направление спина где еще раз ребята голову отдавили раз-два ногу выставили три локоть в ребра 4 высит 5 развернулись кто там давно делает то давно отрабатывал можете быстрее еще делать не давай разворачиваться нижнему дата так чисто подлили по-быстрому скоростная отработка поэтому минута ребят максимальная скорость окей погнали раз-два значит сразу и давление пропадает чуть поэтому я ставлю локоть сюда чтобы давление сохранить путем но мне так удобно вы делаете вот так на ты перешагиваешь туда рукой но не давишь если ты так перешагиваешься надо грудью тогда находиться здесь не прижал вот такой момент ладно ребят приступим к проходам гарда все знают проход гарда лэк драг да все его делают все его отрабатывать точно не факт что делать базового у нас такой дал у него ноги бедра уперлись и там берете крест на крест заходите здесь хватаете но ребят это чуть примитивно поэтому и видно если я беру так уже понимаешь что его драг будет дело да поэтому я беру здесь за голени чуть подальше отхожу от него и отсюда начинается у меня борьба я предпочитаю ребят не хватать сразу здесь кимоно потому что я когда беру его за ги за штанины он может сразу же прихватить на рукава и атаковать ласа спайдер там все остальное я предпочитаю отдавить голени его поработать его голени потому что если он здесь тянется рукавами я могу всегда легко убрать руки свои на не дать ему это захват уж когда берут плотно там особенно коля не силаса завяжет застреваешь там там тяжело проходить гард и взяли голени ребят взяли голени показали дальней ногой под шаг такой сделали и обязательно вы должны дернуть ногу на лагдраг до показать его в одну сторону показали лагдраг в одну сторону такой обманный вариант вернулись исходное положение за шаги он другой ногой убираем его руку ногу на бедро и сразу же тянемся за дальний от ворот ребят подмышку забираем у колена не садимся ребят сейчас так как мы очень много времени сегодня на ногах будем проводить не садимся сейчас плотно не нужно здесь садиться зажиматься и проходить гард потому что большинстве случаев ребята вот сделать один проход гарда вот так один проход сделать и забрать редко получается он не кукуруза охраняет он тоже понимаю как защищаться поэтому мы делаем показываем в одну заходим он будет защищаться и потом мы будем переходить дальше дальше и дальше чтобы в зафиксируется боковой позиции поехали еще раз подошли голени взяли под шагнул на дальний ногой сторону и обязательно дернуть его ногу в сторону вернулись назад пару убираем и просто показали такой контроль на ногах остаемся отсели на газ вот так же другую сторону 1 2 3 хватили 1 2 3 и хватили ok ничего сложного сначала наработали а потом на скорость делать не обязательно в две стороны ребята обязательно две страны отрабатывать все 1 2 и надо ногу поставить под колено его показал сюда и под колено подшагнул и убрал сюда и показал контроль 1 2 3 вот обязательно на газ на не колено а именно голень и колен чуть-чуть вовнутрь да ребят сейчас то же самое да мы можем связать и зайти на лагдраг показывая ему триандр да и многие хватают я понимаю что взять захват и за штанину да это намного эффективнее захвата и плотнее получается взять голень но здесь есть небольшой люфт ребят вот этот то есть на скорости можно сделать также вот этот люфт мне допустим не комфортно я беру за голень и здесь и когда я здесь хватая просто штанина и он сразу ему дадут достает до моих руководов когда я здесь беру как можно дальше ему дотягиваться важнее поэтому я я беру за голень мне так удобнее начать если я делаю более силовой там проход гордая я хватаю штанина в районе колен потом прохожу вот сейчас мы делаем ториандр также голень чуть-чуть поддавили на него эти за голень взяли чуть поддавили на него ноги и все то же самое ребят я ториандр не делал вот вот здесь останавливать а я по диагонали вокруг его таза закручиваясь до в сторону вот я закончу закручу закручивать и как можно ниже головой сажусь вот чтобы здесь на уровне его лица бы и отсюда ребят я подшагиваю дальней ногой его ноге как можно ближе и другую ногу также ставлю лога и все то же самое еще раз ноги на него поддавил закручиваю закручиваю закручиваюсь подшагнул дальней ногой нашел лог драк очень такая ошибка грубая ребят я считаю когда вы пытаетесь сразу здесь коленом раздавить или же там многие ставят контроль вот колено поставили как будто плотный контроль это не плотный контроль ребят должны стараться голеню под колено и как можно дальше убрать более него больше за контролите его ногу и таз чем коленом но если вы ставите здесь колено он может легко клеветиться или же делать хипскейп и разворачиваться на вас и добавляем вот такое движение ребят кто допустим чувствует что может сейчас пройти вот вы зашли на пусть и ногу зашли сюда в сторону подшагнули зашли лог драк и смотрите ребят я беру все так же вторая рука берет там за низ его штанина прям где задница и сажусь ребят обязательно когда я сел я стараюсь туда стопой приподнять его голень приподнимаю и создаю давление ребят на бедро я не пытаюсь свой колен поставить пол а я наоборот и растягиваю здесь чуть-чуть упрямляя свою ногу и дальше ребят вам надо добавить этот контроль чтобы его раздавить хорошенько я беру за штанина за отворот дальний и смотрите я головой стараюсь его подбородок развернуть в другую сторону раз в одну сторону подбородок другую ну вот такое давление чуть на создаю и все еще раз зашел сюда в сторону обязательно сюда либо не на прямых ногах потому что так вы не так не мобильный должны ноги быть согнуты чуть зашел под шагнул прихватил все и добавил контроль окей еще раз нашел шагнул от драк сажусь обязательно убежал все понятно раз два вот это ногой как можно ближе и убираешь его ноги раз-два тут нога не там а вот здесь и когда ты садишься чуть приподнимаешься раз-два не хватило и обязательно это разворот подбородка сделать начал закривиться и все обраду к да да тазу одну сторону подбородок другой на только вот здесь смотри и туда задирали чуть-чуть за таз приподнимаешь его в обратной стороне далеко как еще раз так медленно смотри при андер ты если вот так вот просто зайдешь малыш ему просто на заходит и все это и потратил силы зря вот так вот если я буду забегать я здесь ничего не умения никакой угрозы не создают а когда я захожу сюда он рамку сразу выставлять будет и здесь он уже верить что я прохожу газ я меняя свой угол а когда атаки хожу в обратную сторону и беру я и залазит то что если ты его не поверить что ты проходишь в сторону гад в обратную сторону смысла нету надо сначала показать прям четко что он все он видит что ты проходишь он защищаться начинает ты меняешь свой угол сразу ребят какие моменты да вот кто мало внимания уделяет этих моментов вот именно головой когда вы подбородок разворачивайте в разные стороны это в разных проходах гарда используется в том же не слайсе да в простом это очень хорошо работает если я здесь просто пытаясь да там раздавить одним плечом там уехать он все равно может на бок развернуться да там я стараюсь не слайси всегда использовать свою голову пусть я макушкой стараюсь развернуть его голые когда-то вы создаю давление ему на подбородок у него сразу второе плечо падает на пол и я так мне так легче раскатывать его то что здесь глаз песен можно раскатать но головой еще проще когда вы берете за рукав головой раздавливаете уходить и то же самое лак драги ребята уделяйте этому внимание небольшое но надо вот когда вы зашли лак драг и зафиксировали вы берете не разворачиваете ведь и мне надо его раскатать другой бокален позе раскатываю его в сторону вот здесь я его раскатал и мне дальше уже вообще легко проходить карте либо могу сюда зайти либо отсюда пройти уже гад одеть надо такая штука будет не получится если ее нет и лучше будет нас кукурузы используя погнали дальше ребят сейчас вы выбираете сами да вы делаете триандр либо лак драг либо можете и давать до всего начинаете можете делать предыдущий вариант 1 2 зашли и продолжаем атаку то же самое можете делать то что сейчас делали заходим и дальше ребят реакция соперника будет такая он разворачивается на бок и ногой либо упирается вам в грудь либо он перешагивает на матрикс да будет заходить и все такое если он перешагивает как можно дальше мне еще проще будет его убрать ногу если он упирается мне в грудь я тыльной стороны руки залазим ему под пятку прям и выпрямляя спину я хватаю вот здесь за ногу хватил делаю маленький подшаг назад его его нога опускается вниз дальше я перешагиваю именно дальней ногой ребят дальней ногой зашагиваю по диагонали также ребят я не просто сюда зашаги ухожу в сторону а мне надо вокруг его таза закрутиться в сторону я перешагиваю захожу ставлю второе колено ему на живот если он разворачивается на меня я меняю свои колени сразу руки в грудь еще раз раз два показал он разворачивается нога в грудь на этим рукой убираю хватил под шаг сюда ногой перешагиваю и по диагонали закручивать колено ставлены живот обязательно ребят руку на грудь надо поставить чтобы был контроль все он разворачивается я меняю свои колени руки в грудь и остаюсь такой позиции и такой маленький момент ребята с коленом на животе если ребята если мне не нравится допустим но когда мне нравится это это если мне не нравится ребят я колено стараюсь вот мы вот нижнюю часть ребра здесь втыкаю и чуть-чуть натягиваю да на себя и нога в опоре также то есть я создаю еще больше давления ему на именно на ребра чтобы ребра хрустнула если он часто криветься допустим да в партере бывают такие ребята подвижный очень внизу я вам постоянно кривейся вам надо догонять я такой свою стопу использую я ставлю колено чуть дальше и стопой его ногу разворачиваю другую сторону чтобы он не закривить его самую сторону кресть и я постоянно его догоняю таким образом и вот этой ногой я убираю его ногу в обратную сторону и сохраняя контроль колено желать и понятно да еще раз связки ребят все теперь вместе связываем раз-два он ногу убирает грудь убрали пришагнули колено сюда переместили то же самое в другую сторону в эту сторону и шагнули можете сюда можете поменять и потом будем переходить окей все раз-два раз-два вообще не ваще никаких проблем нет когда ты я просто не нравится со стопом я из ноги я пять лет ноги боролся а потом вот последние два года в не борюсь и поэтому сразу мне проще работать с голени да я не вот этот люк иногда мешает работу и я когда беру здесь мне всегда хватает за рукава я очень часто здесь застреваю миша за это мне постоянно горит что-то горит там застревает уходи назад заново проходи гараж я поэтому люблю больше с более не проработаны проще здесь сделать а там уже как вы сами смотрите вот она и и так и так работ можно и за штанина взять вот это не нужно вот это и вот короткое движение вокруг вот и стараюсь эту ногу задавливать другую сторону рожде матика да 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 колено живот пожестче ребят все тоже самое по сути да мы двигаемся мы просто много передвижения делаем для того чтобы соперника заставить защищаться сейчас и в определенный момент он уже устанет и вы сами зафиксируйтесь позиции либо засобить его сейчас мы делаем по сути то же самое только для тех людей кто любит поплотнее бороться до поплотнее проходить гарды мы такой добавим вариант чуть поплотнее мы заходим все так же да он восстанавливается только теперь мы убирая ногу мы обхватываем делаем под шаг и все то что мы отрабатывали в начале дат делали drill и заходим под дальнюю ногу и делаем также локстеп и очень важный момент здесь когда вы зашли он сразу будет криветься ребята вам надо здесь прихватить плотно его штанины и отдавливать он делать креветку и лакует на вы стараетесь по полу тазом прижаты к полу идти к его голове заходите и дальше у меня есть свою позицию отсюда перешагиваете через его ногу и заходите маут обязательно когда вы заходите маунт вы должны плотно прям тазом прижаться кого животу еще раз все то же самое раз два зашли теперь мы убираем ногу и садимся прям на коленке обхватывая его бедро заходим но делать креветку выхватать штанину и стараетесь тазом идти к его голове когда вы чуть зафиксировались перешагивайте ногой и кругом цепляете его ногу зацепили и плотно ползаете заходите к нему мало еще раз и 0 вот очень важно ребят вот этот локоть убрать потому что он есть рамку выставляет да вам надо дальше убрать ногу перешагнули зацепили крюк и сели мол нормально все в принципе раз два ты прям как можно плотнее заходишь и вот и допустим взял у прислал кем я стараюсь вот вот поймать и иду кого два вещей раздавил потом перешагивать если даже он меня чуть-чуть если он даже чуть-чуть меня отдавил до суда в обратную сторону я стараюсь вот этим кругом зацепить его ногу и потом уже распластаться по нему очень важно поэтому вот этот контроль тазом не вообще хорошо когда ты его раздавишь как можно дальше за и будет вообще хороший контроль где тогда вообще не понадобится никакого усилия что просто здесь мы просто бывает же выставляет сильно рамку тебя тяжело его раздавить но я тянусь тянусь последний момент перешагиваю ногой и обязательно хук добавляю и потом раскатываюсь на него и прогнуться смене чтобы ему тяжело было прям дышать вот заправил вот не давай мы это пространство смотреть сейчас покажу прям когда перешагиваешь момент да вот и допустим заправил здесь ногу посмотри заправил здесь не поднимайся наоборот к нему прижимаясь и вот таким образом раздавлю и потом заправить пару ног если мы не комфортно будет максимально тот момент потому что он может запихать ногу ok суть и ребят этих всех проходов стольких передвижений такая да то есть если мы делаем один проход гарда до показали и он легко восстановился вы должны продолжить свое движение пока вы не заберете его guard пока не пройдете его до конца поэтому вы должны делать минимум там два три движения и в дриллах мы делаем все так же я допустим дриллу так не просто один проход города сделал там и зафиксировался а продолжил свое движение закриветился я могу делать лонг степы колено желать и переходите все это остальное сейчас мы делаем ребят смысл такой то есть все то же самое находим сюда либо вот этот вариант либо вот этот вариант переходим сюда допустим и отсюда зависит от его реакция если он криветится на мы можем те кто поопытнее да креветка сделаешь коля те кто поопытнее ребят можете отсюда там забирать спину да с берембола уходить вниз заправлять хук и забрать спину те кто поопытнее продолжаем свое движение пока не заберем одну из позиций да и вы зашли сюда ферс связки все связки делаем ребят нашли все снова сделал креветку смотрите я также тазом ухожу туда рукой делаю кувырок вдоль его таза и ребят можно отсюда его заправить но это долго нам нужна скорость да мы берем штанину и делаем кувырок вот этой ногой цепляем его ногу заправляем твистер хук и здесь ребят чтобы вы не проспали старайтесь рукой затянуться до его ги либо здесь взять ли вообще отлично было бы за отворот и выдавливаем ногой забирать это для тех кто поопытнее ребят не но мне нравится очень много дрели а там смотрите сами хотите делать еще раз раз два зашли записировались давили смотрите я ухожу к урок заправляю хук на вот так же обоюдно может забрать тоже у вас спину поэтому закручиваем управляю свою ногу заправляем забираем спину и то же самое когда вы делаете вы сейчас сделаете два варианта да и тот и этот сами уже либо выбираете один который вам нравится либо я делаю этот скоростной вариант захожу он разворачивается на меня ставлю колено живот перехожу на другую сторону он разворачивается могу делать дальше движение и забирать спину то есть вы должны сами выбирать все передвижение которое вам удобно ребят но вы должны понимать реакцию сопернику если он допустим пробил как андер хук здесь да я делаю не легче сделать лонг степ до до 5 атаковать его спину если же он отдавливает мое колено до пытается криветься то я ставлю 2 перехожу на другую сторону я от его реакции тоже рассчитывать и выбирайте сами какой вариант вам больше нравится можете так сделать туда зайти можете мало зайти можете забей болить давать спину можете делать предыдущий вариант с переходами колено на животе раз колено воде суда пришли лук степ забрали спину но получается свое делать да кому что нравится ребят либо делаем оба варианта да и передвижение не обязательно делать там два три передвижения как я показываю да можете зайти колено на животе перейти на другую сторону и дальше уже сами смотрите либо забирать позиции либо сабмишин добавляйте окей то есть я слишком долго выбирал что я буду делать и ты свободной рукой хватаешь мой отворот и сначала срываешь этот запад еще не надо все тоже продергивание ребят и даже были моменты когда даже были моменты такие когда я это миша приходил в джем мы боролись с мишей он не хватает за захват и я постоянно лезу туда лезу он да чё ты лезешь ко мне и оторвись отойди и заново проходить свой гард поэтому это была моя такая знаете какая-то какой-то эго свое думаю у меня завязал но я все равно ему пройду гард такой лезу здесь лезу лезу хотя проще ребят просто разорвать захват и и заново начать проходить гард как вы как вы умеете как по отрабатывать поэтому вот такой момент можно всегда оторваться и заново проходить гард не обязательно здесь ребят задание понятно да то есть вы выбираете уже сами что вам подошло чего вам понравилось понравилось вам передвижение вы двигаетесь там колено живот перешли на другую сторону понравился лонг степ да получается вон степ делайте вам степ забирайте спину там кто умеет берем болить берем болем забираем спину там и вы должны понимать да всегда вы забрав позицию вы должны думать о сабмишине да и какой-то в голове у себя у каждого свой сабмишин с боковой позиции или там со спины каждый сам выбирать что делать дальше окей такой вот момент подрелим две минуты и перейдем дальше хорошо все раз два 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 добирайся дать дай покажешь я отсюда не вижу я в эту сторону лучше дело хватая словно тягиваю и ухожу в к урок сразу раз вот эту ногу цепляю сюда второй заправляю может так делать есть там неудобно допустим некоторые вот так сразу заправляет здесь вот он забирает и уходится но здесь тяжело куртнуться тебе не хватает потому что нога его мешает поэтому если скоростной вариант делать я вот дуру и прям ухожу слова заправил делают на еще есть вариант когда ты берешь от этой ногой уходишь туда втыкаешь ноги пол меняешь и заходишь это тяжело чудо так сложнее бы сделать ребят вот мы все заходили издалека дачу те не давали ему некий контроль это там захватов сейчас именно такой момент рассмотрим когда он заправил два хука да как butterfly забрал я отсюда начинаем вылазить и проходить гард дальше чуть-чуть когда он напряг ноги ребят такой как подводящий drill и как проход гардована тоже работает вы смотрите чуть-чуть бедра сжимать на викона сильнее да вы чуть-чуть бедра сжимаете и руки убирать в пол вес тела переносите на руки для его и дальше ваша задача чтобы ваше колено чуть ниже его голени опустилась вот вы опустил колено и здесь я теперь разворачиваю свой таз и ногу опихиваю его две ноги разворачивайся прижимаясь ему дать еще раз вот он поджимает ребята тот кто снизу чуть-чуть в где-то 50 процентов поджимаем хуками его смотрите я сжимаю колени приносу переношу вес тела на руки колено опустил чуть ниже его голени и делаю бэк степ до или лонг степ разница нету и разворачиваю обязательно вот это вот это им коленом должны его бедро развернуть другую сторону развернули наши прижались к нему сели в сайт контроль и также в другую сторону куда он не хочет прихватили взорвали жаль сниму такое больше как drill будет ребят можно так пройти гард но вот олег правильно говорит он папа он говорит если он будет не одержать да здесь тяжело будет но все равно можно его пройти если он берет за отвороты мне никак не помешает его захваты за отворот поле не будет не мешать ему братишка еще раз колени чуть поджали вес тела перенесли на руки оторвали свои ноги колено опустили чуть ниже его голени разворачиваем и заходим окей давайте также по две минутки ребят 1 2 погнали дальше ребят мы дальше делаем x-pass да тоже такой более скоростной вариант теперь вы сначала скидывать один хук все знают да развернули пятку наружу перенесли и очень важно перенести ногу чтобы под колено она ушла до чтобы он не за правом говорю здесь стал пятку наружу сдавили коленом и у горе перенесли ногу и сразу хватая ребят отвороты и натягиваю на себя и беру штанины снаружи ухожу показываю внеслась и обязательно ребят не не вот так вот а прям сюда зашел и дальше делаю x-pass ребят я свою ногу отсюда переношу на место той ноги и выстреливаю ногой убираю его ногу сторону ставлю колен на живот нога в опору такой да вы перенесли нашли можете медленно вот так отрабатывать а те кто поопытнее да делаем чуть побыстрее на скорости как в прыжке перенесли отворот штанина зашли раздавили его голень ногу ставим на место второй ноги устреливаем назад ногу убираем в сторону колен сразу же в пол упирается в грудь вот те кто естественно поопытнее ребят делаем скоростной вариант на такой более в прыжке также другую сторону окей ничего сложно все это отрабатывали давайте 1 2 у меня кажется нет если ты на скорости проходишь возьми его проходите те ноги нужны и вышагивай назад вот и выстреливай ногой и проходи гард где вообще никак не помешает мне кажется нет вот возьми мне вот возьми захват вот и взял я ухожу сюда почему все то же самое дело бро просто у меня в одну лучше получается а нет нет вообще нет я просто за шаги чтобы говорила не было нет сразу ухожу не слазь и больше в прыжке понял если под шагами но это чуть медленнее получается до 100 в начале на вот тут под шагами она как бы получается но более медленно если ты делаешь прыжки здесь бум бум у тебя получать два движения зликать да 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 еще ребят два прохода и хорошие дома вот какие моменты да здесь в чуть-чуть упустил забыл рассказать вам тонкости да какие нужны во первых шагнули да помните я вам говорил под колено создать чтобы он говорил вам не заправил застряните здесь сразу гадли вот перешагнули и ногу поставили туда берем захват и ребят уходим сюда ушли внеслась и отсюда я когда выстреливаю ребят и очень важно вот этот пространство над если я буду оттягиваться от него далеко он ногу сразу заправить сюда и будет вам мешать поэтому вы стараетесь прижаться если он ногу так прижимать с ними вы здесь сжимаете чтобы он ногу не смог заправить внутрь и все то же самое ногу переношу сюда и только очень важно вот этим кулачком сработать и таз его развернуть в обратную сторону если я просто поднимусь здесь выстрелю назад он опять восстановится поэтому я вот а зло он разберу развернуть другую сторону вот здесь у вас креститься руки должны вот такие моменты которые недосказал да что идем дальше ребят и делаем такой long step все то же самое начинаем заходим сюда только теперь ребята отпускаем его ногу подшагивая сюда отпускаем его ногу руку убираем в опору в пол и неважно здесь здесь это будет ребят важных важно опора чтобы у вас плотная была и когда переношу ногу на место второй ноги и стараюсь голенью упираюсь ему в бедро толкать его в ту сторону то также развернуть надо только вот эта нога уже делает long step до такой высокий убирая его ногу оставаясь постоянно на руках и на ногах убрал и опять колено живот поставил еще раз то же самое все начинаем также зашли сюда ребят руку в опору ставим ногу подносим ко второй и здесь я выстреливаю ногой делал он степ а второй ногой голенью отбираю в бедро убрал сразу развернулся в колено живот поставил раз зашел медленно сюда рука в опору ногу поднес выстрелил ногами высел сел на него медленно делаем ребят чтобы научиться именно правильно выседать в этот момент просто руку опору поставили поднесли ногу эта нога выстреливает на бэк степ а вторая нога голенью убирает его бедро развернули то с другую сторону сели колено живот и ребят те кто поопытнее да там старший пояса там это умеет у нас смысл всего семинара да это передвижение вы сделали проход гарды не останавливаясь потому что может развернуться сразу же делать креветку и продолжаем атаку это long step либо колено животе перемещаемся окей те кто поопытнее можете добавлять один одно два передвижения дальше понятно да ну все принципе раз два нога в опору пошла обратную сторону чтобы развернуть таз сначала ты возвращаешься в центр вот еще раз раз я слегка подойду на зашел руку упираешь и возвращаешься ногой в эту сторону и потом делаешь высит этой ногой досок об прыжке буралов не сразу вернулся налево придумал да для вашего для вашей категории нога рука в опору рука в опору в пол на возвращаешь ногу на место второй ноги вот сюда да и теперь вот это ногой делаешь шаг назад а второй вперед до примерно так еще раз да только те надо сделать так чтобы он дай покажу бонтаз развернул именно в другую сторону все зашел ногу уперся смотри я вещь возвращаю его ногу и вот здесь вот делаю вот такое движение как высит еще раз вот я ухожу сюда и здесь делаю высит вот это на ногу ногой я разворачиваю вот так другую сторону а вот это выседая назад вынесел его сам сразу точно вот погнали крайне сделаем вариант все тоже long step только я теперь ребят когда вы плотно прижимаетесь к нему все так же я захожу ту же позицию и возвращаясь ногой назад а рука у меня уходит под шею и стараясь достать его дальнее плечо взять захват и все то же самое делаю высит отсюда только важно ребят чтобы его таз развернулся да если я здесь буду выситать вот как я сейчас сделал он может меня догонять сразу в эту сторону поэтому я должен развернуть его таз в обратную сторону ногами зашел сюда я возвращаюсь ребят продавливаю бедро моего бедро и рукой ухожу в шею убрал прихватил и раскатал и дальше ребят передвигаемся уже как вам нравится можете сесть mount можете здесь уйти сделать атаку там удушающего и все дальше сами смотрите как работать то же самое зашел все так же я возвращаюсь либо только рука они здесь в опоре а уходит туда под шею покажу на локоть делаю высит и раскатывал вот в сторону могу сюда зайти могу атаковать уже здесь с лапелами или живете колен на живот и еще раз на скорость и держался понятно да в принципе это был крайний проход гарда раз два три тазом надо пробить дать покажу сейчас убрал туда взял отворот зашел сюда смотри я возвращаюсь и вот здесь мне нужно рукой залезть под шею пробить его ногу на еще раз чуть напрягись бро ты засыпаешь да нравится увидал раз зашел возвращаешься сюда и выседаешь рукой под голову то есть важно плечом раздавить его желательно чтобы указать было и дальше уже начинаешь работать дальше уже делать свое начали 5 по сути я все это отрабатываю в зале да и ребятам своим даю чтобы это все закреплять и вы должны постоянно отрабатывать до в такой же манере как специфичную борьбу делать один лежит снизу другой сверху подходит и боретесь до один проходит гаар другое делать свипы то есть поэтому я советую сейчас у нас время нету а так один сел на задницу задачей нижнего делать именно свипы они встал проход ноги взял задавил до конца там вот это не работает так надо именно чтобы нижней дело свипы а верхнее именно чтобы работал над проходами гарда и вы должны понимать ребят что чтобы пройти гард это не одно движение не один проход гарда это много проходов гарда с переменами углов именно вы должны менять угол атаки зашли показали в одну он защищается в эту сторону переходите в другую сторону только тогда вы сможете там зафиксировать позицию боковую и пройти гард да бывает там ребята которые там проспали проход гарда и вас первого раза получилось продавить но это редко ребят бывает на среднем на высоком уровне поэтому в принципе все а